Одного стола для семьи Бондаренко явно недостаточно. У Светланы и Сергея шесть детей. Старшему из них 25 лет, а самому младшему 8. Они настоящий образец того, как одна молодая пара может стать родоначальником целой династии. Это, конечно, какая-то ответственность, но это труд. Но все-таки это большая радость. Ребенок в семье – это уже полнота. И потому здесь нельзя сказать, сколько детей или еще. Просто я хочу сказать про всю свою семью. Я счастлив. Бондаренко победили в номинации «Семья – хранительница традиции». Некоторые их дети решили пойти по стопам родителей и работать в медицинской сфере. Сейчас Сергей и Светлана радуются появлению внуков. И таким образом их семья продолжает расти. И тем самым становится сильнее. Мы просто как такая сильная ячейка. Мы всегда друг другу помогаем. Всегда, если какие-то проблемы, решаем их вместе. То есть это ничего не боимся, нам ничего не страшно. А вот в семье Стронских до внуков еще дело не дошло. У супругов четыре девочки. Девиз – движение. Эта жизнь как нельзя лучше отражает позицию их семьи. Везде любим выступать. И хор, и танцы, и стихи, и петь, и танцевать. В общем, где какие выступления, где куда-то надо сходить и обязательно что-то станцевать – это вот мы. Благодаря такой активности семья Стронских и стала одной из четырех лучших в городе и получила приглашение на ежегодное чаепитие с мэром. Всего в Сочи 150 тысяч семей. Более 600 из них воспитывают приемных детей. Ишенины, признанные в этом году лучшей приемной семьей, тоже полным составом были приглашены на торжество. Власти Сочи всячески оказывают поддержку многодетным и в первую очередь по предоставлению мест в детских садах. В постолимпийский период население курорта резко выросло, отчего и возник дефицит мест. Сейчас город активно занимается строительством новых детских садов в Верхней Беранде и Лао. По прогнозам, уже в следующем году ситуация будет урегулирована и место найдется для каждого малыша. В том числе на встрече обсудили и вопросы предоставления земельных участков. Я как глава Сочи все делаю для того, чтобы наши многодетные семьи получили земельные участки в Сочи. Хотя закон гласит следующим образом, что если нет земельных участков, то решением законодательного собрания Краснодарского края эти земельные участки должны быть найдены в регионах. Тем не менее, мы постоянно выкупаем по себестоимости, то есть недорогая цена у федеральных органов власти, те земли, которые являются федеральными. И проводим неживание и выдаем их нашим многодетным. Земельные участки получили уже порядка 300 многодетных семей. В настоящее время еще 99 участков проходят регистрацию и уже в январе следующего года будут переданы новым хозяевам. Ольга Десятова, телекомпания, ФКТ.